С коронавирусом справились еще 480 ставропольцев. Общее число выздоровеющих в регионе превысило 200 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 268 заболевших. Один пациент скончался. Защитить здоровье помогут меры профилактики, вакцинация и ревакцинация. Бюджет 2023 года будет сбалансированным и сохранит социальную направленность. Об этом сообщил Владимир Владимиров на еженедельной планерке в правительстве региона. Губернатор подчеркнул, сосредоточиться необходимо на обеспечении софинансирования федеральных программ, реализации нацпроектов и выполнении социальных обязательств. Отдельное внимание глава региона поручил обратить на поддержку предпринимателей. Обсудили на совещании ситуацию в поселке Озерном. Напомним, там 25 августа пострадали несколько домов во время ландшафтного пожара. Губернатор актуализировал задачу помочь людям в восстановлении жилья. В Невиномыске реконструируют шестой лицей. Специалисты отремонтируют внутренние помещения, заменят полы, перегородки. И двери сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проводят по федеральной программе капремонта школ. В Железноводске продолжается благоустройство аллеи любви. Сейчас там обустраивают спортивную зону, устанавливают фонари и арт-объекты, сообщили в региональном Индоре. Благоустройство ведется в рамках краевой госпрограммы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В поселке Прогрессия отремонтировали дорогу на улице Кабардинской. На двухкилометровом отрезке обновили покрытие, нанесли разметку и установили знаки, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проходили по краевой госпрограмме развития транспортной системы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова